МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите самые шокирующие гипотезы. Быть может, единственный познавательный проект, в котором мы с вами без ущерба для репутации можем говорить о самых невероятных версиях, шокирующих гипотезах, умопомрачительных загадках, разоблачениях и мистификациях. Много лет наука утверждала, инопланетян не существуют. Человек является венцом Вселенной, и любой ученый, рискнувший порассуждать на эту тему, автоматически попадал в разряд тех, у которых не все дома. Но вот на орбиту были запущены первые орбитальные телескопы, и выяснилось невероятное. Оказывается, нас окружают сотни, тысячи планет, на которых возможна жизнь. И если это утверждение уже научный факт, то страшно представить. Выходит, что инопланетяне-то действительно существуют? Надо сказать, что за инопланетянами человечество гоняется давно. Ищут ученые, ищут военные. И порой такие поиски приносят поистине сенсационные результаты. Сегодня в нашей программе вы увидите, что американские конгрессмены знают о пришельце. Они легко могут припарковать свой корабль в столице крупной страны прямо завтра. Где в России чаще всего летают НЛО? Они говорят, мы тоже наблюдаем эту штуку, на радарах ее нет. Кто знает всю правду о Луне? В кратере Циолковского находится база, потому что там явно есть большие купола. И сложно вообразить себе, что это было построено людьми. Эти кадры исследователи НЛО назвали самым интригующим видео за последние месяцы. Над городом Феникс, в штате Аризона, США, зависли пять светящихся шаров в форме буквы W. Расследование установило, это не было делом рук человека. Но тогда кто же зажег в небе эту иллюминацию? А это видео уже из другого американского штата Калифорнии, город Меридиан. Группа исследователей приехала проверить рассказ местного фермера о странных мерцающих шарах над его землями. Охота на НЛО оказалась удачной. Повезло зафиксировать огненное тело, которое двигалось по очень странной траектории. Городок Вустер, Массачусетс. Здесь никогда не случалось ничего необычного, пока в небе не появились вот эти загадочные огни. И это данные только за последние недели. Что происходит? Исследователи утверждают, они нашли причину, по которой власти США скрывают правду об НЛО. Если ее обнародовать, рухнет вся мировая экономика. Американский физик Стивен Бассетт посвятил жизнь тому, чтобы разоблачить заговор правительства США вокруг НЛО. Ему удалось сплотить вокруг себя влиятельных людей, которым есть что рассказать о летающих тарелках. Результатами своего расследования Бассетт поделился и с нами в эксклюзивном интервью. Главное, что хочет донести ученый и его соратники, у Америки уже есть внеземные технологии. И дальнейшее сокрытие этой правды погубит мир. Эти технологии скрываются. Они недоступны массам и человеческой цивилизации, потому что они подпадают под эмбарго правды. И правительство США знает, и я думаю, другие тоже, что если они внезапно обнародуют их, все сразу поймут, что это внеземные технологии. А значит, они уже тут. Стивену Бассетту удалось организовать масштабные гражданские слушания о раскрытии информации. Тогда в Вашингтоне собрались шесть бывших членов Конгресса США и сорок исследователей и свидетелей НЛО, в числе которых политики, военные и ученые. Все они утверждают, что представили невероятное количество достоверных доказательств существования внеземных цивилизаций. У людей, у которых сегодня есть доступ к секретной информации, также должны быть и моральные обязательства перед нашими детьми и внуками. В их силах сегодня сделать шаг вперед и заявить, что у нас есть информация о другой жизни, что у нас есть уникальные внеземные технологии. Только так мы сможем изменить антиконституционные криминальные устои в системе государственной безопасности. Рискуя карьеры и репутации, все эти люди осмелились заявить. Пришельцы не только существуют, но дают человечеству понять, что готовы к диалогу еще с кем-нибудь, помимо американских властей. Якобы для этого они периодически устраивают в небе иллюминацию с помощью своих кораблей. По мнению исследователей, это мягкий, но настойчивый вызов людей на контакт. Они легко могут припарковать свой корабль в столице крупной страны прямо завтра. Но это было бы разрушительно. Похоже, они нас подталкивают различными способами, чтобы мы сами себе сказали эту правду. Подталкивают глав государств, чтобы те сказали своим людям правду, чтобы была возможность комфортного принятия этой информации. Волнения людей были бы развеяны их лидерами. У них будет достаточно времени для изучения этой информации и осознания, используя все доступные технологии. Стивен Бассет и его коллеги считают, что официальный контакт с внеземными расами будет мирным и конструктивным. Якобы высокоразвитые пришельцы заинтересованы дать нам возможность прекратить войны за ресурсы и спасти свою планету. А правительство США в этом, напротив, не заинтересовано. Они готовы предложить нам обмен мирными технологиями в области здравоохранения, различными технологиями в области энергетики, авиационной радиоэлектроники, преодоления гравитации и прочего. Но если предположить, что это может быть так, откуда у Америки инопланетные технологии? Мало кто знает, но первые задокументированные случаи появления НЛО в США относятся еще к середине 40-х годов прошлого века. Это графическая схема из донесения Арнольда Кеннета. Он изобразил все, что видел в небе неподалеку от Вашингтона 24 июня 1947 года. Самолеты кружили 9 летающих тарелок. Профессиональный летчик не смог идентифицировать объекты. Они совершали маневры со скоростью 2500 км в час. В 1947 году в авиации подобных технологий просто не существовало. Инцидент, произошедший с пилотом Арнольдом Кеннадом, положил начало масштабному расследованию ВВС США по изучению феномена НЛО. Широкая общественность впервые узнала о засекреченном проекте ВВС США «Голубая книга» лишь недавно, благодаря американскому исследователю Джону Гринвальду. Один из высокопоставленных военных, который руководил такими программами, в результате заявил, что эти объекты не имели отношения к военным летательным аппаратам. Ни к американским, ни к советским. Скорее всего, эти объекты были внеземного происхождения. Этот человек, Эдвард Рупелл, он верил в существование НЛО. Вопросом НЛО заинтересовались на высшем уровне, вплоть до президента Соединенных Штатов. Проект «Голубая книга» — это проект правительства по изучению феномена НЛО. Американский исследователь Джон Гринвальд 20 лет назад впервые направил американскому правительству запросы на информацию, касающуюся НЛО. Он опирался на закон о свободном доступе к информации. Кое-что ему удалось раздобыть. В результате на сегодняшний день Гринвальд разместил в сети интернет около полутора миллионов страниц документов, рассекреченных правительством, военными ведомствами, бывшими военнослужащими. Вы видите уникальные фотографии. Они были сделаны 7 июля 1947 года. Уильям Роудс, житель Феникса, штат Аризона, сделал два снимка, и оба они оказались в досье «Голубой книги». В объекте фотокамеры попала летающая тарелка. В «Голубой книге» до этого момента содержались только свидетельства очевидцев без каких-либо снимков. Свидетелей интервьюировали военные, но никаких фотографий или видеосъемок те не представляли. Роудсу удалось сделать достаточно четкие фотографии объектов, которые были в точности такими же, какие описывал летчик Арнольд Кеннет. Фотографии являются первыми документальными доказательствами существования НЛО. Эти документы были засекречены. Почему подобные свидетельства и факты вдруг вызвали такой интерес военного руководства Соединенных Штатов? Прежде истории о светящихся шарах и пришельцах в небе считали лишь байками, выдумками пилотов. Однако с 1947 года о каждом случае появления НЛО полагалось докладывать в письменной форме. По мнению исследователей, переломным моментом стало 2 июля 1947 года. На ранчо фермера Мака Брейзеля в Нью-Мексико упал объект, очень заинтересовавший военных. Территорию оцепили. Все, что было обнаружено на месте крушения, вывезли на закрытую авиабазу. Вы, конечно, слышали о случае на базе Розвелл в Нью-Мексико. Там потерпел крушение инопланетный корабль и были найдены тела гуманоидов. Некоторые из них были даже живы. Правительство распорядилось перевести обломки и тела на базу ВВС США Райт Паттерсон в штате Огайо, где его разобрали, получили методом реинженерии новейшие технологии. Кровь стынет в жилах от тех ужасов, которые нам пророчат ученые. Астрономы предупреждают. Метеорит размером с полземли летит навстречу нашей планете. Сейсмологи сообщают, что вот-вот проснется гигантский вулкан, чья огненная лава накроет человечество с головой. Толкователи Нострадамуса пугают научно обоснованным апокалипсисом. Но где же правда? Чего нам, грешным жителям Земли, действительно стоит бояться? А какие страшилки пропускать мимо ушей? Для тех, кто ищет ответ на эти вопросы, наш новый беспрецедентный книжный проект «Тайны апокалипсиса». В нем мы разложили по полочкам все угрозы человечеству. Отделили научные от антинаучных, страшные от смешных, реальные от потенциальных. И в результате у нас получилась книга «Тайны апокалипсиса». Рекомендую к внимательному прочтению. Случай в Розуэлле стал самым громким за всю историю изучения НЛО. Однако единственное официальное интервью о захваченной американцами летающей тарелке дал лейтенанту Олтерхаут. Статья появилась в местной газете «Розуэлл Дейл Рекорд». Но вслед за ней вышло опровержение, подготовленное командующим 8-й армией ВВС генералом Роджером Ремеем. Было заявлено, что на ранчо упал метеозон. Вы верите тому, что говорит правительство? Я не верю, потому что было выдвинуто 4 разных теорий о том, что это был за объект. Правительство пыталось объяснить, что тела инопланетян, которые видели многие люди, на самом деле были телами пилотов военных самолетов, которые потерпели крушение в 50-х, или просто манекенами, выброшенными из самолетов в ходе испытаний. Но это 1947 год. Тогда подобные манекены не были изобретены. Они появились только пару лет спустя. Инцидент в «Розуэлле» отдали на откуп «желтой прессе». Военные ведомства больше не давали официальных интервью на эту тему. Когда речь заходит о Розуэльском инциденте, для меня наибольшего внимания заслуживает освещение этого крушения в американских СМИ, которое произошло, скорее всего, по ошибке. Лично у меня нет сомнений, что газеты тогда рассказали правду об аварии некоего дискообразного объекта. С того самого момента правительство любой страны в аналогичных ситуациях предпочитает сохранять молчание. Эта версия кажется фантастической. Тем не менее, у него множество сторонников по обе стороны Атлантики. В Соединенных Штатах десятки очевидцев свидетельствовали о том, что обломки инопланетного корабля из «Розуэлла» были доставлены в зону 51 на территорию подразделения авиабазы «Эдвардс» ВВС США в штате Невада. Подземный город обнаружили еще советские спутники-шпионы во времена Холодной войны. Зона 51 относится к объектам повышенной секретности. Согласно теории Бассет и его сторонников, именно там военным удалось скопировать или воссоздать технологии, по которым была создана летающая тарелка. Я могу вас уверить, что когда США получили эти машины, неземные, нечеловеческие машины, они приступили к их изучению с самого первого дня. И в настоящий момент появляется все больше доказательств, что им удалось построить свои собственные модернизированные версии антигравитационных машин. В зоне 51 действительно были созданы самые успешные образцы американской военной авиационной техники. В 70-е из полигона авиабазы поднялся самолет-невидимка F-117, «Ночной ястре». Здесь проходил испытания и гиперзвуковой стратегический стелс-разведчик «Аврора», и другие экспериментальные аппараты. Эти аппараты, которые появились в НАСА в 1947 году, о которых обычно говорят как о тарелках, летающая тарелка — самое популярное их название. Они не работают на нефти, бензине или газе, или угле. У них другая система энергии, без сомнения, намного более сложная и глубокая система — антигравитационная. Они не летают подобно самолетам. Они могут обнулять гравитацию. Это звучит невероятно. Но если сторонники теории заговора правы, все это результат сотрудничества правительства США с пришельцами. «В распоряжении правительства есть технологии, значительно опережающие те, что доступны обществу. Например, о возможностях микроволнового излучения узнали благодаря упавшему НЛО в Нью-Мексико. Наши сегодняшние технологии прибыли к нам издалека. Да, есть сотни миллиардов галактик в этой Вселенной. Умножим это на бесконечные Вселенные. Число цивилизаций во всех этих Вселенных просто пугает». Но это не единственная версия происхождения НЛО и супертехнологий. Исследователи выяснили, в 1954 году в США вступил в силу совместный акт сухопутных, морских и воздушных военных сил США, который запрещал представителям военно-воздушных, военно-морских и сухопутных сил распространяться о появлении НЛО. Это стало вопросом национальной безопасности. Именно с 1954 года сообщения об НЛО стали засекречиваться. Их не стало меньше, но все делали вид, что ничего нет. Почему? По мнению исследователей, здесь и скрыт ключ к тайне НЛО. И даже понимание у многих скрытых мотивов американских политиков. Доктор социологии Майк Салла утверждает, что речь идет о заговоре. На основе косвенных данных он попытался восстановить картину событий начала 1954 года. 20 февраля на авиабазе «Эдвардс» приземлился самолет 34-го президента США Дуайта Эйзенхауэра. В конце взлетной полосы уже стояла летающая тарелка – корабль инопланетян. По словам участников тех событий, которые и ныне предпочитают оставаться неназванными, президент Эйзенхауэр поднялся на борт НЛО и даже подписал с пришельцами стратегический договор. Свидетельства очевидцев и документы, датированные 1954 и 1955 годами, подтверждают, что президент США Дуайт Эйзенхауэр держал связь с представителями инопланетных цивилизаций. Результатами их встреч стали многочисленные соглашения по поводу передачи технологий, создания баз, проведения экспериментов над человеческими особями. Все это находилось под пристальным контролем спецслужб США. И на сегодняшний день такие договоренности существуют. По мнению аналитиков, проблема заключается в том, что президент Америки заключил с внеземной расой не просто пакт о ненападении. Истина гораздо страшнее. Все дело в содержании договора с пришельцами. Эксперты утверждают, что американцы получили новейшие технологии в обмен на разрешение проводить эксперименты над людьми. Для этой цели был отобран ряд военных объектов на территории США. Это все та же самая зона 51, филиал авиабазы Этварнс. И некая огороженная территория в 15 милях от этой зоны. Ее еще называют С-4. Именно там находится ангар, где, по мнению Майкла Сала, ведутся эксперименты пришельцев. База имеет подземные тоннели, ведущие в Лос-Аламас. И представляет собой многоэтажный подземный комплекс, где работают тысячи пришельцев и землян. Но постороннему догадаться об этом невозможно. Среди нас живут, присутствуют представители земных цивилизаций. Есть такие расы, которые могут прямо ходить по улице, и вы их даже не отличите от обычного человека. То есть они тоже теплокровные, они тоже такие же, как и мы, пятипалые, но только бледная кожа. Вот я, например, знаю, что в системе Глизы 176 созвездий Тельца, это 30 примерно световых лет, от нас есть такая раса. По этой версии, три верхних подземных уровня комплекса занимает служба безопасности, коммуникации, помещение для землян, управление, бюро и лаборатории. Четвертый уровень отведен для экспериментов на похищенных людях. Пятый уровень целиком выделен пришельцам. На шестом проводятся опыты по изменению генетического строения людей, так, чтобы они могли работать в экстремальных условиях. Я верю в то, что первый контакт был на авиабазе «Эдвардс». Президент Эйзенхауэр заявил, что у него назначена важная встреча. Но это было ложью. Он прибыл на авиабазу «Эдвардс» для встречи с пришельцами нордического типа. Они были с Луны. Пришельцы заявили, что хотят мира при условии, что мы избавимся от ядерного оружия. И тогда они готовы поделиться с нами мирными технологиями. По данным американского исследователя Брада Шепарда, власти США не только скрупулезно собирают статистику о случаях появления НЛО по всему миру. Им хорошо известно, где базируются корабли высокоразвитой космической цивилизации. И если с ними происходят инциденты, их стараются держать в тайне. Шок. Но в США всей правды о внеземных цивилизациях не знают даже первые лица государства. Некоторые программы были изъяты из юрисдикции Белого дома и Конгресса и осуществляются где-то глубоко-глубоко по-черному. Только люди, непосредственно участвующие в этих программах, знают об этом. Это является прямым нарушением Конституции. И это еще не все шокирующие данные исследователей. По их версии, в 1969 году американцы нанесли своим партнерам ответный визит на Луну. Сейчас вы видите по-настоящему уникальные кадры. Это подлинные слайды фотоснимков лунной миссии «Аполлон» до их компьютерной обработки в лаборатории НАСА. Секретные материалы были опубликованы бывшим руководителем фотослужбы НАСА Кеном Джонсоном. Изображение на слайдах сильно отличается от прорисованных и раскрашенных картинок, которые обычно предоставляет Американское космическое агентство. Я был директором одного из департаментов НАСА. По долгу службы должен был уничтожать фотографии, на которых даже с помощью ретуши нельзя было скрыть гигантские строения и невероятные объекты. Я давно на пенсии, и больше не хочу скрывать правду. У меня есть копии многих засекреченных снимков. Одним из первых доступ к архиву рассекреченному сотрудникам НАСА Кеном Джонсоном получил его друг, профессиональный художник Брэд Шепард. Исследователь проанализировал тысячи слайдов и снимков. Он считает, что собрал доказательства того, что на Луне есть базы иной космической цивилизации. Все опубликованные НАСА фотографии поверхности Луны были обработаны. Я слой за слоем видел искажения. Наложение двухмерных рисунков, наложение текстуры — это слои художественной обработки. Вы наверняка помните, на снимках, предоставленных НАСА, фон всегда чёрный. Я начал просматривать снимки Кена, сфокусировавшись на вещах на заднем плане. Там были звёзды. Можно было увидеть, к примеру, Венеру. Но главное, что на фотографиях можно было разглядеть различные аномалии. Например, на одной из фотографий, сделанных во время миссии «Аполлон-16», если посмотреть на поверхность Луны, можно увидеть нечто похожее на радар и лунную базу. Внимание исследователей привлёк вот этот слайд. Чем объяснить сильное свечение, которое вырывается из поверхности лунного кратера. По официальной версии, никаких искусственно созданных объектов на Луне быть не может. Но, тем не менее, это сооружение очень напоминает купол, из которого исходит яркий, непрерывный поток света. Немыслимо, но по данным Брэда Шепарда, о светящихся объектах на поверхности Луны, руководство НАСА знало со времён первых миссий. В 1971 году перед экипажем «Аполлона-14» была поставлена задача снять на 16-мм плёнку фильм о ходе экспедиции. Результаты съёмки пришлось засекретить. В кадр случайно попал кратер Циолковского. Перед камерой Эдгар Митчелл показывает на кратер Циолковского, рассказывает, как он выглядит, и говорит «Я снял его». Они снимали в районе половины третьего дня. В кратере Циолковского находится база, потому что там явно есть большие купола, и сложно вообразить себе, что это было построено людьми. Это невозможно сделать только с помощью человеческих технологий. Эдгар Митчелл хорошо описал свечение кратера Циолковского, другие его параметры во время миссии «Аполлон-14». Но широкая публика так и не увидела видеозапись. Только фотографии. Вот фотографии кратера Циолковского. Это оригиналы. Благодаря современным компьютерным технологиям исследователи получили возможность увеличить изображение без потери качества. Светящиеся структуры оказались видны и на этих кадрах. Сотрудники подразделения НАСА по обработке фотоизображений на протяжении десятилетий выполняли команду сверху. Затушевывали, ретушировали, засвечивали все, что могло доказать присутствие иной цивилизации на Луне. Донна Хейер устроилась в это подразделение космического агентства в 1967 году. От нас многое скрывают. Я навела справки и поняла, что многие люди знают об этом. Не все, конечно. Эта информация носит закрытый характер. Не у всех есть доступ к такой информации. Людям, которые занимались обработкой этих фотографий, сказали, что во время Холодной войны эту информацию могут использовать русские. И им было приказано молчать. Но я знала о том, что люди видели НЛО. Таких технологий на Земле не существует. Ни у русских, ни у какого-либо другого народа. Но так или иначе, с тех пор я встречала многих людей, которые видели то же, что и я. Художник-оформитель НАСА Дона Хейер много лет назад на свой страх и риск вытащила из мусорного контейнера фотолаборатории один снимок. Руководство велело его уничтожить. Увиденное на фотографии заставило Донну поверить в существование НЛО. Руководитель Донны Хейер, Кен Ласса, оставлял один снимок из, может быть, пяти. Остальные отправлялись в мусорный бак. Донна тогда работала со снимками с Аполлона-12. Она незаметно положила спасенный снимок в папку для документов. Не так давно Донна показала мне тот первый снимок. Это фотография экспедиции Аполлон-12. И там виден большой неопознанный летающий объект, который заслоняет виднеющийся контур Земли. Это очень яркий пример. Эксперты советуют внимательнее присмотреться и вот к этим снимкам. Они сделаны во время миссии Аполлона-15. Командир экипажа Дэвид Скотт и пилот лунного модуля Джеймс Ирвин провели на Луне почти трое суток. На нескольких фотографиях, по оценке Шепарда, видны руины сооружений и нечто похожее на технические объекты. На фотографиях лунной поверхности, сделанных Аполлоном-15, есть объекты, похожие на спутниковые тарелки, и они перемежаются с разного рода строениями. Тарелки расположены на равном расстоянии друг от друга. Есть объекты, которые по форме похожи на огромную розу, словно это технические строения. Я попросил посмотреть на это фото профессионального фотографа. Он знает, как работать с эмульсией, и эти объекты явно не техническое искажение. Если у нас и имеются часы видеосъемок, сделанных во время лунных миссий, почему в открытый доступ выложено лишь несколько минут архива? Зачем понадобилось создавать целый департамент внутри Космического агентства для обработки фотографий? Вывод о том, что НАСА есть что скрывать, напрашивается сам собой. И не только от своих сограждан. Исследователи считают, любые данные об исследовании космоса и его обитателей нужно было скрыть прежде всего от СССР. Потому что в гонке за внеземными технологиями Советский Союз тоже не отставал. Американский исследователь Стюарт Свердлов уверяет, что обломки инопланетного диска, подобные Розуэльским, скрывали от общественности и власти СССР. Стюарт – внучатый племянник советского государственного деятеля Якова Свердлова. Он изучил все факты и свидетельства о крушении НЛО, которое произошло близ города, названного в честь его знаменитого родственника. Область называется Свердловская, в честь моего двоюродного прадедушки. Свердловск стал советской версией зоны 51. Тайный город. Никто не мог туда попасть. Многие люди, которые там жили, не могли его покидать. Очень изолированное место. У Советского Союза были свои космические и генетические эксперименты. В 61-м году США направили туда свой самолет-шпион. Его сбили. На самом деле, есть даже засекреченные материалы о крушении НЛО неподалеку от Свердловска. Инцидент, очень похожий на историю о крушении НЛО возле базы Розуэлл в Нью-Мексико. Кадры, снятые на кинопленку в 1969 году под Свердловском, действительно существуют. Согласно этой версии, советские ПВО сбили якобы летающую тарелку. Объект упал на безлюдной территории, в лесу. На место была направлена рота солдат. Военные оцепили зону крушения. Киносъемку из рассекреченного архива КГБ в конце 90-х показал один из американских телеканалов. В России ее тут же назвали постановочной. Хотя есть специалисты, готовые доказать обратное. Здесь просто ситуация была ошеломляющая. Дело в том, что на этом, ну, НЛО имела размер по метров пять длиной, и не больше, на нем отчетливо видны выпуклые символы. На самом ободке таком находятся три звезды пояса Ориона. А на самом корпусе видна надпись довольно большими буквами, ну, где-то размеры полметра или так далее. Тоже надпись выпуклая. Она видна не очень хорошо, честно говоря, но она выпуклая. Это не нарисовано краской. Вот. И это символы, похожие на древние гипетские иероглифы. Западные российские эксперты провели детальный анализ кинопленки. Внутри светло-зеленого диска якобы были обнаружены тела гуманоидов. Однако надписи на обшивке летательного аппарата прежде никто не расшифровывал. Неужели они могут доказать, что летающий диск прибыл с созвездия Ориона? Как символы, идентичные египетским иероглифам, могли оказаться на корабле пришельца? По одной из шокирующих гипотез под Свердловском был сбит летательный аппарат древнейшей цивилизации космоса. Его представители не раз посещали Землю. В древнем Египте визитеров созвездия Ориона называли богами. Письменность в виде иероглифов считалась великим даром одного из богов Тота. Практически все древние цивилизации изображали богов на небе, над людьми. Так делали и древние египтяне, и индийцы, и китайцы, и жители Центральной Америки. Означает ли это, что они думали, будто боги пришли с небес? Скорее всего. Например, древний бог персов представляется в виде человека внутри круга с крыльями, как будто он находится в некоем летательном аппарате. И многие древние цивилизации изображали своих богов внутри кругов или сфер. Наверное, они считали, что богам нужен определенный транспорт. А транспорт им нужен был потому, что они жили в другом мире. Если по Свердловскому был сбит корабль одной из древнейших цивилизаций космоса, то где же обломки? Некоторые эксперты считают, что фрагменты диска до сих пор хранятся на секретной базе в Подмосковье. Тем, кто интересуется историей нашей великой Родины, рекомендуем наш документальный сборник «Русь неизвестная». В этой книге мы приводим последние, самые неожиданные и шокирующие факты, которые совершенно по-новому раскрывают историю Земли, на которой мы с вами живем. Виктор Крупин проходил срочную службу в вооруженных силах СССР с 1981 по 1983 год. Воинская часть базировалась в подмосковном Жуковском. О том, что он там видел, Крупин молчал больше 30 лет. Только недавно в эксклюзивном интервью он рассказал, как лично участвовал в перевозке летающей тарелки в секретные ангары Наукограда. Я сам участвовал в снятии рядов сигнализации, когда привезли этот аппарат. То есть нашу часть, то есть солдат, подняли по тревоге ночью, повезли к Москве реке, мы снимали заграждения, три ряда заграждения, для того, чтобы с плечала его на буксире, отбуксировать уже данный ангар. Виктор Крупин хорошо помнит, что в лабораторию, в которую доставили объект, похожий на НЛО, пришлось спускаться на лифте. В кабине лифта он увидел кнопки для 10 этажей. На каждом этаже действовал контроль доступа. Корабль, похожий на НЛО, защищали дополнительные перекрытия. От большого пульта управления, который защищался свинцовыми перекрытиями, в котором находились инженеры, скорее всего, от электромагнитного излучения, шли большие кабеля к этому аппарату. Когда они проводили испытания, этот аппарат немножко приподнимался в воздухе. Когда он приподнимался, происходил такой высокочастотный свист. В Жуковском располагается Центральный аэрогидродинамический институт и Летно-исследовательский институт имени Громова. Неужели в основе их новейших разработок лежат технологии пришельца? Это высокие технологии. Высокие технологии у нас на Земле используются первым делом в военных целях. Естественно, любые военные технологии скрываются. Поэтому то, что заинтересованы ли, ну, скажем так, некоторые структуры в сокрытии, однозначно ответ – да. Кто они? Наблюдатели или потенциальные противники? Почему официальные власти и военное руководство предпочитает молчать, в то время как НЛО все чаще появляются в небесах? Какие невероятные факты скрывают архивы спецслужб и военных ведомств? Еще одна шокирующая гипотеза гласит – в летающих тарелках летают внешние наблюдатели, контролирующие ход истории. Это уникальное архивное видео. Оно было снято в Тбилиси в конце 80-х. Сотни людей собрались на улице Руставели возле дома кино, чтобы послушать выступление молодой певицы Майи Джабуэр. Но неожиданно собравшиеся, как по команде, подняли головы вверх. В небе над толпой зависли два шарообразных светящихся объекта. Они хорошо заметны, особенно если увеличить изображение. В прежних случаях, в начале 90-х, в конце 80-х, это активизация контактов, как видно было, в предыстории и заранее, так сказать, какие-то предупреждениям тех изменений, которые произошли на территории бывшего СССР, и в частности Грузии. Невероятно, но в Прибалтике, накануне политических преобразований, также был зафиксирован самый массовый за всю историю региона случай наблюдения НЛО. Он произошел в 1990 году в Риге. Гигантский сигарообразный объект парализовал движение в центре города. Среди свидетелей аномалии оказался космонавт и следователь Павел Мухортов, выехавший утром из дома по делам. И в 5 утра встает это раннее солнышко, лето, я иду к месту встречи, и вижу, стоят много таксистов, троллейбусы, и все люди, значит, ну вот эти водители, пешеходов еще не было, все смотрят в небо, значит, в небе летел действительно необыкновенно красивый объект, переливался, ну, как ртуть, скажем так, сигарообразной формы, медленно шел по небу, минут там 5-7 его все наблюдали, ну и скрылся за горизонтом. Неопознанный летающий объект в небе над Ригой видели сотни горожан. НЛО привлекло внимание военных и силовых структур. Но, как полагают эксперты, был дан сигнал не разглашать информацию. Обстановка в доживающем свой век Советском Союзе в тот период и без того была напряженной. К тому же НЛО не оставила никаких следов. У меня были друзья и среди военных, и в аэропорту в Рижском диспетчера. Я тут же прямо из автомата телефона набираю их номер, говорю, ребят, вот что-то видите на экранах радаров? Вот 5 утра в небе все наблюдают. Они говорят, мы тоже наблюдаем эту штуку, на радарах ее нет. В 1989 году в Выборгском районе Ленинградской области произошел случай, который не освещали средства массовой информации. Военнослужащие пограничных войск КГБ СССР несколько месяцев наблюдали за странным явлением. В небе над Сайменским каналом появлялись светящиеся объекты, похожие на гигантские шаровые молнии. Плазмоиды, имевшие четкие контуры, не могли не заинтересовать военных. Судоходный Сайменский канал соединяет наш Выборгский залив с финским озером Сайма. Неопознанные летающие аппараты могли представлять военную угрозу. Когда они появлялись, у нас пропадало даже не то, что радиоакционное изображение, но пропадала и обыкновенная аналоговая телефонная связь. То есть и по рации невозможно было связаться в руковой диапазоне, и невозможно было даже связаться по стационарной телефонной связи, когда эти объекты мимо пролетали. Однако ни у Финляндии, ни у других скандинавских стран подобных объектов на вооружении не было. Откуда могли взяться загадочные светящиеся шары? Или это лишь неизученное атмосферное явление? Странная разновидность шаровой молнии? Советские военнослужащие направили на плазмоиды переносную радиолокационную станцию. По всем законам физики, молния должна была поглотить радиолокационные лучи. Однако этот объект повел себя совершенно иначе. Я увидел объект, в котором была какая-то полость, и что-то в этой полости находилось. После чего эта радиолокационная станция прекратила свое существование. Что было само по себе нонсенсом. Почему? Потому что она питалась аккумуляторами, сила токов которых была настолько мала, что от них даже было сложно прикурить сигарету. Но иногда наши бойцы прикуривали, конечно, путем замыкания трех или четырех аккумуляторов. Но это был процесс такой сопряженный с определенной, как говорится, сложности. Если аккумуляторы были подсевшие, это было сделать нереально. А здесь это практически все оплавилось. Фактически неопознанный летающий объект вывел из строя оборудования пограничных войск КГБ СССР. Поднимать шум из-за случившегося на советско-финской границе не стали. Рационального объяснения, имевшей место аномалии, найти так и не удалось. Бросать тень на дипломатические отношения с Финляндией никто не хотел. Но было доказано, что светящиеся плазмоиды представляют собой реальную угрозу аппаратуре. То есть этот вот объект, он издал такое излучение, что фактически настолько мощное, что эта радиоакционная станция выгорела изнутри. Поэтому это я наблюдал. Эти объекты часто были в том районе. Откуда прилетели эти опасные неопознанные объекты? С базы пришельцев, расположенной на Луне? Или высокоразвитая космическая цивилизация давно освоилась и на нашей планете? Американский исследователь Стив Бейрон предпочитает не делать необоснованных заявлений. Но даже при таком подходе, его следующее признание может перевернуть традиционное восприятие жизни. Что бы это ни было, это уходит далеко за пределы того, что мы можем себе представить. И если бы больше людей были более внимательными и замечали необычные явления, у нас не осталось бы сомнений, что у человечества есть тайная сторона истории. И то, что сейчас происходит вокруг нас, это нечто невероятное. Но что будет, когда люди узнают, что пришельцы существуют? Тем более рядом с нами. Страх, паника, падение рынков, волна самоубийств. Вовсе нет, уверяют социологи, из числа сторонников внеземных контактов. Массовое сознание с помощью прессы, фильмов, книг и телепередач давно готово к этому. Наоборот, мир испытает большое облегчение, узнав правду, какой бы она ни была. Я могу вас уверить, когда глава государства наконец-то признает этот факт формально и предоставит доказательства, люди будут взволнованы, они захотят узнать больше. Они будут перед своими телевизорами, но при этом религия продолжит свое существование. А экономика, даже если и приостановит свое развитие, то перед ней откроются новые возможности. Все с ней будет в порядке. Народы и страны будут существовать. У всех будут все те же личные проблемы, которые все имели за день до такого признания. Однако, когда это произойдет, и глава какого государства войдет в историю, как человек, впервые признавший существование внеземных цивилизаций, сегодня предсказать сложно. Между тем, по данным Стивена Басата и его группы, 90% населения планеты верят, что пришельцы существуют. Осталось лишь понять, где они и как вступить с ними в контакт. А на сегодня наша шокирующая гипотеза закончена. Если что-то в нашем рассказе вам показалось чересчур радикальным, не обижайтесь. У нас нет задачи вас ввести в заблуждение. Мы лишь хотели показать вам все великое многообразие подходов к истинам, которые пока считаются незаметными.